Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Елена и добро пожаловать ко мне. Сегодня я хочу с вами распаковать 4 посылочки с сайта Pandao, даже с приложения Pandao. Мне оно безумно понравилось. Я на него реально подсела. И сегодня у нас будет с вами распаковка всяких штучек для видео. Я очень долго их ждала. Некоторые шли долго, некоторые быстро. И сейчас мы все с вами поближе посмотрим. И, кстати говоря, под видео в описании вы найдете промо-код, благодаря которому вы можете получить 100 баллов на личный счет Pandao при регистрации. И любой покупки от 150 рублей. Мне кажется, что баллы, тем более 100 баллов, вот так вот просто даром, ни за что. Дополнительные, я имею ввиду баллы. Получить это большой плюс. Тем более, что на сайте Pandao можно приобретать товары за эти баллы. И у меня будет в ближайшее время обзорчик на такие товары, которые я приобрела по баллам. Несмотря на то, что я совершила не так много покупок, приобретений, но я уже смогла себе позволить товары за баллы. Давайте перейдем. У меня здесь 4 небольшие посылочки. На каждой у меня написана дата, когда был сделан заказ, когда товар пришел. Пришел товар 30 августа. Заказ был сделан 9 августа. И стоило это мне 46 рублей. Я уже их открыла, в принципе, чтобы отчитаться перед продавцом, что я все получила и все хорошо. Вот такой переходничок я заказываю. Это для того, чтобы я могла на смартфон. Я сейчас, кто не знает, снимаю на смартфон. Для того, чтобы я смогла к своему смартфону подключить микрофон. Включу вспышечку, чтобы вам было поближе все видно. Здесь есть обозначение, где микрофон, где наушники. Вот такой маленький переходничок. Единственное, что меня насторожило, то, что здесь, как видите, три полоски белые. Для того, чтобы вставить это дело в смартфон, да. То есть, если мы подключаем в смартфон обычные наушники, там две полоски, а здесь три. И это меня смущает, поэтому буду пробовать, будет ли он работать. Так, внешне все достаточно хорошего качества. Не хлипкая. Крепенькая довольно. Ну, единственное, что вот здесь вот, да, немножко оно упругое. Но не думаю, что мне нужно будет так сильно прикладывать усилия, чтобы сломать. Так, в принципе, качество мне нравится. Хорошее, ничуть не хуже, как если бы я купила это в М-видео, например. Вот. И, кстати, заметьте, что вот здесь вот отверстия разного оттенка. То есть, здесь золотистые, а здесь серебристые. Это тоже большой плюс, если не видишь значков, то можно просто запомнить, где какой, ну, в какое отверстие, какого цвета, что вставляется. Вот так. Это был первый заказик. Извиняюсь за голос. Кто не знает, я сейчас болею, поэтому вот такой у меня голос. И у меня сейчас просто появилась минутка, чтобы снять видео. И поэтому я снимаю с таким голосом. Ну, не думаю, что это проблема какая-то. Так, заказ пришел 29 августа. Был сделан тоже 9 августа. Стоил мне 31 рубль. И здесь у нас тоже такой переходничок, но немножко другой формы. То есть, он такой, как провод. Так. Здесь он более длинный такой. Вот, гибкий. В принципе, тоже мне все нравится. Здесь уже все серебряного цвета. Все металлические части. И здесь, обратите внимание, здесь две полоски. То есть, вот этого я не совсем понимаю пока для себя. В чем разница. Здесь три, а здесь две. Ну, буду пробовать и тот, и этот. Как они работают. Как они работают. И также здесь, кстати, нету обозначений на этих вот штуках. Нету обозначений для микрофона они или для наушников. Но, вроде как, и тот, и другой. Либо они универсальны, либо и тот, и другой для микрофона. В общем, я еще посмотрю в приложении, что пишут. Но, по идее, они должны быть для разных. И для наушников, и для микрофона. В общем, вот такое вот. Следующая посылочка. Пришла 27-го. Заказ был тоже 9 августа. Стоило мне 53 рубля. Так. Это вот такой переходничок. Вообще, это переходник для экшн-камеры. Но мне показалось, что он должен подойти на мою селфи-палку. Которую я купила за рубль. В магазине заодно. Там просто такое же крепление. Вот это вот. Штырек вот этот. И он такой хлюпенький. Мне кажется, что он быстро сломается. А смартфон у меня довольно тяжелый. Поэтому я взяла этот переходник. И сюда можно потом крепить и даже камеру. Ну, и переходник такое крепление для смартфона, на которое я сейчас снимаю. В общем, а так мне качество гораздо больше нравится. То есть, оно такое из плотного пластика. Довольно хорошего качества. Плотное. Здесь еще есть такие зубчики, которые, не знаю, фиксируют, наверное, камеру на месте. Чтобы она не крутилась, если что. А вот здесь вот на винте такая резинка. Как сказать, прокладка резиновая. Вот. Удобный вот этот. Как это? Не регулятор. Ручка вот эта удобная. Вот. Так что, ну, винтик такой. Она не выскакивает оттуда. Что очень удобно. Не смотря на то, что крутишь постоянно. То есть, оно там зафиксировано. И мне нравится, что вот эти ушки, они не гнутся ни туда, ни сюда. То есть, довольно плотный пластик. Вот. Так что, в принципе, довольно. Кстати, ссылочки на все товары оставлю под видео в описании. И если это от одного продавца, то ссылочку на магазин тоже оставлю. Ну, и последний долгожданный товар пришел 29-го. Был заказан 26-го июля. Стоил мне 66 рублей. И шел он, конечно, очень долго. Я уже не надеялась его увидеть. Но вот, наконец-то, он пришел. Единственный был запакован вот в такую воздушную штуку. И это у нас петличка. Да, наконец-то, она ко мне пришла, эта петличка. Сейчас посмотрим. Вроде как, здесь не написано, вроде как заявлялось, что длина ее метр. Вот, здесь есть. Давайте ее распакуем. Здесь есть вот такая же точка. Регулируемая, кстати, двигается. Но не очень хорошего качества, наверное, сломается. Кнопочка. Так, я, как всегда, не в камере. Вот такая вот прищепка, да. Она довольно упругая. Но вот здесь вот крепление самой прищепки к проводу довольно хлюпенькое. Мне кажется, что оно может быстро сломаться. Но большой плюс, что петличка, вот эта вот кнопочка, господи, прищепка крутится. То есть, она функциональная, не будет закручиваться провод. В общем, удобная, прикольная идея. Но вот само вот это крепление, здесь провода к этой прищепке, мне кажется, ну, довольно хлюпким. Мне кажется, оно быстро отломается. Так, в принципе, линейки у меня под рукой нет. Но сейчас я прикину. Да, оно где-то около полутора метров даже. Вот, собственно, вот такой штырь. Здесь тоже две полоски. Я пока не знаю, что это значит. Вот, потому что на моих наушниках тоже две полоски, а не три. В общем, я еще буду с этим разбираться. Вот такой микрофон. Он, как видите, кривой немного. То есть, вот это вот уловитель шумов, он коревой. Но это, я не думаю, что это как-то принципиально. Так, давайте снимем. И вот так выглядит сам микрофон. Вот. Ну, в принципе, обычный микрофон. Соответственно, ближайший влог, который будет на моем канале, я постараюсь снять уже с этим микрофоном, потестить его. То есть, проверить, как он работает, есть ли помехи, улавливает ли он эти помехи. И, в общем, будет влог вместе с этим микрофоном. Вот. Вот такие у меня четыре небольшие посылочки для качественного видео. Кому понравился обзорчик, ставим пальчики вверх. Мне будет приятно. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. Пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok.